Школа только началась, я уже в каком-то бешеном темпе. Я чувствую одновременно вот это классное ощущение, когда я жутко устала, но эта усталость просто меня заводит. Я хочу бежать сейчас в уроке, я хочу сейчас что-то применять. В прошлом году я не поехала только со своего личного страха и трусости, в этом году я переборола этот страх и не зря поехала, чтобы опять же развить свои компетенции, увидеть что-то новое и при этом обменяться опытом, что отлично получается здесь. Мне кажется, эта площадка прям отвечает этим требованиям. Больше всего мне понравились темы, которые затрагивались именно взаимодействием между учеником и между учителем. Информация актуальная, потому что, например, мне очень тяжело применять какие-либо игровые техники, методики. Когда более узнаешь, на практиках применяешь, обсуждаешь, то становится легче. Я поняла, что это очень масштабный проект и очень хочется попробовать свои силы. Я просто увидел на сайте возможность участвовать в Олимпиаде, и я решил поучаствовать не в своем профиле, а в профиле смежном, потому что, чтобы понимать, что происходит в образовании, нужно очень хорошо понимать всех участников образовательного пространства. И мне очень важно понимать, чем занимаются и воспитатели, и педагоги, и все остальные, чтобы быть эффективны в своей деятельности. Для педагога особенно эта школа важна тем, что она дает неограниченные вообще возможности и различные вариации развития своих компетенций. Нам важно, чтобы ребята, которые участвуют в этом движении, они не просто следовали каким-то уже установленным принципам в педагогике, но они бы видели педагогику как сферу собственной самореализации, как то пространство, где они могут придумать что-то новое, где они могут что-то привнести. Вот эти вот молодые ребята, которые сегодня здесь собрались, и которые будут и слушать, и показывать свои проекты, они вполне возможны, мы так считаем, и на это надеемся, послужат той основой, которая соединит предыдущие учительские поколения и создаст новое поколение будущего. Вот эта вот конвенция, как раз, может быть, это самое главное, что есть в интернетаре. Вот эта школа требует интересна тем, что здесь в каком-то смысле междисциплинарное взаимодействие, несмотря на то, что ребята работают и учатся в схожих направлениях, но все равно общение между ними – это очень важно, потому что именно тут рождается какой-то новый проект, именно здесь рождается желание заниматься каким-то научным новым направлением. Я бы участвовал в Олимпиаде, получил колоссальный опыт, актуализировал те знания, которые я никогда бы не начал бы изучать без этого, потому что большинство знаний, они проходят скопом, дают лекции, и ты их забываешь. А вот когда ты пытаешься выйти за уровень, тебе становится очень интересно. Поскольку я много знаю, чего в теории, но на практике я редко с этим встречалась и вообще как-то видела реализацию этого, то на этой школе я вижу это все уже даже с первых дней, вот с таких первых каких-то мастер-классов. И я надеюсь, что на дальнейшем я еще больше эту свою базу напитаю, и уже у меня будет не только теоретическая, но и практическая сторона, которая здесь очень хорошо отработана. Это прекрасная профессиональная площадка для молодых педагогов, которые сегодня оканчивают педагогические и не только педагогические вузы, но те выпускники вузов, которые решили пойти в школу. Они здесь, наверное, еще раз получают подтверждение тому выбору, который сделали несколько лет назад. Ребята, которые приезжают в зимнюю школу, у них есть одно общее отличие, очень серьезное. Они хотят, у них глазки горят, и даже если это ребята не профессиональные будущие педагоги по той программе, на которой они учатся, то в любом случае это ребята будущие педагоги, потому что вот это призвание у них уже в душе, у них есть совершенно сумасшедший интерес, и это, наверное, самое главное. 89 ребят, которые чего-то достигли, каждый из них поднимаясь, отвечая на вопрос, каждый из них выступая или просто завтракали, обедали, вместе находясь в какой-то общей зоне, они обыляют друг друга знаниями, интересом, спрашивают, а ты каким направлением науки занимаешься? Ой, расскажи, что здесь у тебя интересно? И кроме преподавателей, очень важно совместное нахождение вот в таких зимних школах. Зачем нужно ехать на зимнюю школу? Ну, во-первых, для того, чтобы получать удовольствие, во-вторых, чтобы выходить из зоны своего комфорта, видеть людей, которым не все равно, которые не просто сидят на лекциях и что-то делают, а которые готовы к новому опыту, взаимодействиям и жизни в этом мире. Найти друзей, найти возможности взаимодействия и создать, возможно, команду, с которой будете дальше взаимодействовать в жизни. Для того, чтобы понять, чем мне стоит заниматься в дальнейшем. Действительно ли педагогика является делом всей моей жизни? Также получить новые знания, поделиться опытом, обозвести с новыми знакомствами. Я думаю, что первое, что должен сделать потенциальный участник зимней школы и вообще олимпиады, я профессионал, это не бояться. Захотеть чего-то добиться, захотеть идти до компьютера и его включить, как минимум. Потом вы можете в Яндексе просто ввести «Я профессионал», и сразу же выйдет адрес олимпиады. Регистрация на очный этап проходит осенью, об этом сообщают. Можете вступить в группу ВКонтакте, подписаться в Инстаграме, и вам все будут сообщать сразу же. Вы, естественно, регистрируетесь, потом вас оповещают, что проходит точный этап, вы проходите тест на сайте в режиме реального времени и просто ждете заветных писем о том, что ура, мы прошли, вы можете двигаться дальше. Всегда нужно действовать. Я очень люблю таких активных людей, и как раз таки рада, что зимняя школа дает возможность познакомиться с такими же единомышленниками. Это очень радо. Там, где есть возможность и изучить принципы, и привнести что-то свое новое, там интересно, там есть возможность для самореализации. Вот, собственно, все, что мы проводили, это попытка организовать такие пространства, где, значит, ребята не просто знакомятся с уже устоявшимися догматами, с уже устоявшимися принципами, но имеют возможность действительно что-то новое построить. Ну, проект, который хочется инвестировать, и как раз суть его в том, что он и дальше будет разрастаться. Мы рассчитываем, что он действительно охватит всю страну, и не будет ни одного молодого человека, который хочет так заявить себя в жизни, который не примет участия в этой Олимпиаде. Это, наверное, самое главное, чем мы занимаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова